Я думаю, что сегодня принципиальных отличий между рабочими людьми эпохи развитого социализма и современными, их не будет, этих существенных различий. При всей роботизации, информатизации, автоматизации производства, все равно суть операционной деятельности осталась той же самой, что это работа, которая изо дня в день связана с одним и тем же. Это работа, которая требует физических усилий, это работа, которая требует достаточно серьезного психологического напряжения. То есть, конечно, многие сферы стали легче. Например, какой-нибудь металлург имеет возможность в процессе какого-то сложного процесса позвонить своей жене по мобильному телефону, чтобы она его поддержала и так далее. Но в целом нужно понимать, что труд, он труден. Поэтому вот труженики, они, конечно, это всегда будут люди труда, это всегда будут люди, которые будут потеть, это всегда будут люди, которым нужно будет мыться после своего рабочего дня. Просто нужно понимать, что в этом нет ничего постыдного. Потому что, как вот там в стишке Джани Радарь-то было, не помню сейчас точно, но посмотрите, там руки этого богача все в маникюре и там умащены всякими духами. Но в целом он пахнет отвратительно. То же самое и сегодня мы должны понять, что, если видите, там, конечно, руки там с маникюром, обработанные специально, наверное, на них приятнее смотреть, чем на руки рабочего человека, там, с мозолями, шрамами, испачканные. Но это признак вашего достоинства и человеческого, и профессионального, если ваши руки, по ним видно, что вы работаете. И вот это, конечно, нужно доносить уже средствами информации.